Восточная шкатулка Восточная шкатулка Восточная шкатулка Сам главный вопрос, который сейчас задают Это вопрос престижа или вопрос денег? Имеется в виду, что они потом Будут перепродавать эти идеи Ну имеется в виду, что-то добыли на Луне Или китайский грунт Луна и грунт китайский Но отговорка Очень правильная, я думаю Давайте посмотрим, что произошло В течение почти 10 лет Китай постоянно Говорил о том, что Идёт большая космическая программа Нацелена на Луну и на Марс Причём было и до сих пор, насколько я понимаю, открыто, по крайней мере, до последнего времени, посещение станции на Марсе, имея в виду макет, который находится на Земле, в который вы можете зайти, посмотреть, я там был, и там, наверное, продают билеты, меня, правда, провели бесплатно, но это такая станция будущего, вот как марсонавты будут там однажды жить, то есть там и, грубо говоря, кают-компания, места для развлечений, микрогостиница, ну, так впечатляет. Я сложно сказать, насколько это правда или нет, в смысле, такая же станция будет или нет, но подавляющим большинством людей воспринимало всё это дело как, конечно, какое-то развлечение, и до реалии было очень далеко. И вот внезапно, это очень важно, когда это происходит, в Китае вообще всегда тайминг, это, наверное, самая важная история, на фоне коронавируса, на фоне очередных, на самом деле, страшных сводок со всего мира Китай запускает на Луну, значит, пока не долетел, но здесь долетит, корабль Чан-Э5, который должен забрать пробы грунта. Я прошу прощения, по поводу внезапности, я тут на днях видел такую сводку за последние 20 лет страны, которые чего-то делали в области лунной программы. И там есть, конечно, не только Китай, там есть Израиль, Индия, там есть Соединённые Штаты Америки, но напротив значительного количества попыток стоят неудачные попытки, а Китай, во-первых, преобладает в этом списке значительно, а во-вторых, такие этапы, которые... и успешный этап, успешный этап, успешный этап, успешный этап, и теперь, в общем, логическое продолжение. Ну, во-первых, практически года три или четыре, вот я сейчас вспоминаю, назад было очень большое американское исследование, которое говорило, что китайцы не смогут выйти на возвращаемую капсулу. То есть, они запустить-то запустят, но помните, самый главный вопрос был, вообще в советской космонавтике вернётся ли капсула. Вот сейчас этот модуль Чан-Э, он в том числе включает возвращаемую капсулу. Это вот что сейчас самое важное, потому что запустить кого-то куда-то – это несложно, важно, значит, вернуться. И вот когда спрашивают, зачем грунт забирали, я думаю, что это скорее просто вопрос о том, о способности, технической способности вернуть капсулу обратно. Весь док. Весь док, да, абсолютно правильно. Значит, речь идёт о том, что когда-то, ну, предполагается, после 27 ноября восьмитонный модуль, весь этот достигнет Луны, заберёт грунт, заберёт, в том числе, говорят, пробы поверхности атмосферы и вернётся обратно на Землю. Значит, там будет несколько очень сложных вопросов, связанных с проведением высокоскоростной стыковки и от стыковки на орбите высотой в 200 километров. Насколько, надо Луной иметь в виду, насколько я могу понять, некая главная часть отделяется, прилуняется, забирает грунт и потом опять, выходя на около лунную орбиту, состыковывается с основным носителем и возвращается обратно. Это сложная операция. И я вот говорил со специалистами, они говорят, да, технически это можно. И, в общем, так делалось. Но самое главное – это огромнейшие деньги, огромнейшие деньги. И речь ещё сейчас идёт о том, что, наверное, только сейчас Китай, даже в нынешней ситуации, может себе позволить такие гигантские траты. Это первый момент, что мы должны понять, что специалисты, не широкая публика, а специалисты оценили, что на фоне падения мировой экономики, торговли и всего остального, Китай потратился очень серьёзно. Плюс к этому, кстати говоря, интересно, как китайская пресса на это отреагировала. Потому что, ещё раз говорю, мы не берём сейчас центральную прессу, она как надо, так и реагирует, это очевидно. Потому что мне всегда интересно посмотреть блоги, посмотреть на такую реакцию, что я ожидал. Вот что было бы, если... Знаете, представьте, на секунду, у нас запустили такой корабль. Да, были победные реляции, всё потрясающе, без всякой дырочки в оболочке всё это дело приземлилось. Да, но тут же пошли бы реакции, слушайте, на фоне того, как пенсионерам уменьшают там мизерные пенсии, в то время как страна падает в пучину коронавируса, вы тратите деньги на космос. Вот, давайте честно говорить, вот, скорее всего, так бы и подали. В Китае, наоборот, сети взорвались, я бы сказал, социальные сети взорвались предположениями, что почему мало выделяется на космос? Надо больше, давайте больше. Потому что, вот, понимаете, вот объём торговли, это уже неинтересно, это всё уже сотни раз мы слышали. А вот что нужно? Нужна победа. И Китай сейчас показал, что вот есть такая победа, и, по крайней мере, она будет. Сейчас все, задав дыхание, смотрят, приземлиться ли он обратно. Приземлиться он должен где-то в районе середины декабря, в регионе внутренняя Монголия. Я думаю, что это специально ещё сделано, регион относительно пустынный, если промахнётся, да, взлетал у нас острова Хайнань, в том районе, но всё-таки там большая плотность населения, и обычно, вы знаете, всегда приземляется где? На море, вот как, да. Либо на море, либо, как у нас, в Казахстане, тоже на огромных просторах, там, степных. Абсолютно, да. Ровная поверхность, и редко встречаются люди, вот как это, малая плотность населения. Вот как бы, по-человечески-то говорится. Ну, вот Монголия приблизительно такая же, внутренняя Монголия, ну, там степи, и многие, например, гонконгские газеты вот по-своему отреагировали, понятно, в Гонконге всегда очень болезненно наблюдают за успехами Китая. Почему болезненно? Я не скажу, что негативно. Да потому что, с одной стороны, всё-таки Гонконг понимает, что как ни крутись, он Китай. И развитие Китая – это развитие Гонконга. С другой стороны, ну, Китай жёстко себя ведёт по отношению к Гонконгу. И вот гонконгские газеты, те, которые на китайском языке, ещё на английском языке, вот они взорвались такими статьями, что не рано ли Китай объявил о своём успехе. Модуль-то только летит, он ещё не приземлился, не прилунился. Но тут же, я смотрю, идёт довольно интересная дискуссия, почему Китай всё-таки забирает этот грунт, да потому что сфальсифицировать нельзя. Либо грунт есть, либо грунта нет. Всё остальное, там кадры, можно сфальсифицировать сколько угодно. Вот это и есть суть забора грунта. Теперь второй момент очень важный. Зачем вообще Китай это делает в целом? Ну, продемонстрирую, что он может, да, конечно, это есть. Но есть ещё другой момент. Китай – это единственное государство, которое в нынешних условиях начинает осваивать, в прямом смысле, космическое пространство. Не просто пускать спутники, практически все спутники либо военные, либо коммерческие, либо и то, и другое. Освоение космического пространства – это вообще, мы понимаем, прорыв в типологии, в модели развития человечества. Когда Гагарин полетел, когда американцы полетели на Луну, стало понятно, что мы перемещаем. Переходим на какой-то новый этап развития человечества. И обратите внимание, этот этап, он на самом деле свернулся. То есть, да, у нас продолжаются и запуски спутников, система хорошо освоена, в конце концов, никого не удивляет, что мы смотрим спутниковое телевидение. Да, но всё замкнуто на Землю, потому что это небольшая орбита, они обслуживают наземные объекты, эти спутники, и всё равно это так вот… Ну, Земля чуть расширила свои границы, и не более того. Это не скачок действительно в космос для каких-то принципиально новых вещей. Абсолютно точно. То есть, скачка реального прорыва не произошло. У нас нет за… Начиная с 60-х годов у нас не появилась никакой лунной станции, не появилась Марс-станции, и потому что вопросы объективной востребованности этого дела – это стали вопрос номер один. Да, технически, я думаю, что американцы, когда Советский Союз могли построить свои лунные станции, вопрос возникал – зачем? Сколько будет стоить их содержать? И были же такие планы, и рисовались, и публиковались даже, но оказалось, что неоправданная история. И вот Китай внезапно возвращается к неоправданности истории. Это самое, пожалуй, интересное, что может быть вот в этом моменте. Даже неважно, удастся ли это данный конкретный полёт или нет, Китай внезапно пытается возродить вечную мечту человечества о том, что оно выходит за пределы этой Земли. И если так пойдёт дело, и Китай создаст свою первую космическую станцию, станцию проживания, неважно, опять ли, на Луне или на Марсе, или где-то в другом месте, это будет просто переворот сознания людей. Вот я понимаю, что нынешнее поколение молодёжи, оно не очень понимает… Я, на самом деле, может быть, уже не так ощущаю, полёт первого человека в космос. Но вспомните, что это изменило сознание, это просто перевернуло наше представление. Да, достаточно посмотреть кадры хроники, когда весь мир, вне зависимости от его политических установок, идеологических, это было событие для всех. И в Чёрной Африке люди прыгали, и королева Великобритании, собственно, принимала Гагарина. Вот, потому что тогда Советский Союз, тогда лично Гагарин, он воплотил и вековую мечту человечества, как говорится. Сейчас внезапно на это место стали китайцы. Это вообще-вчесть сложный, я бы даже сказал, психологический процесс, потому что мы настолько привыкли, что все прорывы делают европейцы, или, давайте честно говорить, люди с западным типом лица, с западным типом культуры. Азия в целом никуда никогда не прорывалась. Они только воруют технологии, и наши идеи воплощают, неплохо. Да, и главное, что то, что сейчас говорят, ну, послушайте, нам часто пишут в эфир, что китайцы, они лишь что-то заимствуют, а сами-то же ничего не изобрели. Но, ребята, они полетели в космос. В смысле, они полетели и, скорее всего, я так полагаю, перелуняться. Я уже считаю, что это, наверное, российские технологии, русские им передали. Ах, если бы. Вот, то это оно. Я думаю, что если бы это были наши технологии, в большом количестве, это был бы совместный полёт. Наши ребята, которые сидят в Роскосмосе, как бы мы над ним не смеялись, это всё-таки далеко не глупые ребята, и мы бы договорились о совместном полёте. Да, но я не случайно начал со слов Пескова. Вот это вот сотрудничество в области освоения космоса – одна из областей с широким потенциалом для взаимодействия. Но заинтересован ли сегодня Китай в этом сотрудничестве? Это очень большой вопрос, потому что, ну, тоже не буду рассказать всех секретов, но мне кажется, что у Китая, как говорит, своя траектория полёта. Я напомню, что в 2019 году, не так давно вообще-то, в прошлом году китайский корабль Чан-Э-4, сейчас Чан-Э-5, Чан-Э-4 приземлилась, прилунилась на обратной стороне Луны, та, которая не освещена, та, которая не видна, куда не долетали ни советские, ни российские, ни американские корабли, и которые официально измеряют радиоактивность поверхности вот этой обратной стороны. Мы об этом говорили, но обратите внимание, как это быстро ушло из СМИ, потому что, ну, что такое обратная сторона Луны, зачем, ну, то есть, ни специалисту непонятно, но уже тогда, я помню, иные специалисты начали говорить, вы знаете, это на самом деле подготовка к серьёзному прорыву, потому что формально, что обратная, что другая, что третья сторона Луны, коммерческим образом они не окупаются, это более амбициозные планы. И я, опять-таки, не знаю, что планирует Китай, никто не знает, что планирует Китай в дальнейшем с этим делал, но очевидно, во-первых, Китай всегда, это нам показывает практика, самые гигантские идеи, в том числе и абстрактные идеи, умеет воплощать в коммерческую составляющую. Это может быть и добыча гелия-3, радона и всего чего угодно, мы, может быть, даже сейчас не можем представить, о чём идёт, может идти речь. Самое главное, что, обратите внимание, США, которые отказались от сотрудничества с Китаем в области высоких технологий, так или иначе запретили, и более того, законодатель США запрещает сотрудничество НАСА с Китаем по всем технологиям, получается, что Китай сказал, ребятам, ну хорошо, всё, если вы не сотрудничаете, но результаты тогда наши, потому что формально вы можете даже результаты исследований НАСА получить, ну каким образом, посылается официальный запрос, НАСА рассматривает год, два, десять лет, может разрешить, может нет, объём, какой они выдадут вам, неизвестно. Китай может сделать то же самое и сказать, да, вот. Поэтому, кстати говоря, я считаю, что заявление Пескова, оно грамотное. Нет, с этим спорить нельзя, правда, очень дипломатично, очень грамотное, всё хорошо, но реакция этого страны. Да, потому что, понятно, что следующим шагом, если в Китае сейчас это всё удастся, будет отправка человека или, скажем, более абстрактно живого существа, потому что мы не знаем как, но он, скорее всего, человека в космос. И не в космос, а на Луну. И нам мы должны готовиться к тому, что китайский гражданин или граждане Китая вступят на лунную поверхность, установят там свой флаг, сделать это так, чтобы уже никто не подкопался, чтобы не было никаких книг, были американцы на Луне. Да, нам уже написали, что на Мосфильме можно снять какие проблемы. Я уверен, что да. Просто качество съёмок сегодня, улучшившееся, оно сразу позволяет понять, это липо или это правда. Потому что, конечно, тогда совсем другая оптика, другая система стабилизации изображений, но много чего другого. И разбытое изображение, но была правда. Сейчас разбытое изображение, вы не оправдаете ничем. Поэтому китайцы всё сделают правильно. Более того, китайцам не надо сейчас никого обманывать. Ну, потому что, ну, хорошо, не прилетели бы китайцы на Луну и не прилетели бы туда. Что бы это изменило? Ну, ничего, немножко, ну, так же Китай бы и развивался. Я думаю, что это будет вот та веха, я даже предполагаю, когда это может быть. Ну, во-первых, 2021 год, столетие коммунистической партии Китая. Июль, ну, формально там 21 июля. То есть, вы думаете, так быстро даже? Ну, я бы. Но если будет успешная эта экспедиция, так, тогда вполне. Ну, конечно, хотя, кажется, китайцы – это не советский народ, который к 7 ноября всё запускал. Но, скорее всего, да, это будет правильно. Не обязательно именно в июле, но 21 год – это хорошая дата. А вот, смотри, 19-й год – это обратная сторона Луны, 20-й год – вот сейчас. Сейчас 21-й год – вот возможно, потому что технически, скорее всего, система и технология отработана, потому что следующий большой такой период – это 2049 год, это столетие образования КНР, но я не думаю, что китайцы будут так долго ждать. Поэтому я предполагаю, мы должны подготовиться к тому, что вот Китай будет таким. Это здорово. Я, на самом деле, радуюсь не столько за Китай, сколько за человечество, собственно говоря, почему это здорово. Психологически для многих это будет травма, т.е. надо переступить через западноцентричную идею о том, что только здесь творится наука. Да, но вот это вот если многополярность, то вот вам вот она, явленная как раз. Но мы должны понимать, что это вызов. Это вызов не только нашему сознанию, это вызов в том числе, я сейчас про Россию говорю, и нашей науке. Потому что, да, деньги играют большую роль, это правда. Но вы понимаете, что если напитать гигантскими деньгами небольшую страну какую-нибудь, это не значит, что она тут запустит ракету. Это вызов тому, что у нас с наукой происходит. Я не имею в виду с космической наукой, потому что понятно, что и спутник, и белка со стрелкой, и Гагарин прилетел не потому, что в тогда несуществовшем космическом агентстве сидели гении, потому что вся страна работала на новые технологии. Всё, начиная от гуманитарного образования и технического до инженеров, ракетостроителей, до Королёва, до Челомея, до Янгеля, до всех вот этих ребят, которые и всех и лабораторий, и конструкторских бюро, они все работали на одну цель. Сегодня мы её не можем повторять, не потому что, ах, тогда были шарашки, когда Сталин, грубо говоря, запирал всех и заставлял работать, дело не в этом. Дело в том, что наука формируется состоянием государства. Не может быть бедного, заштатного, зажатого государства с великой наукой. Бывает другое, бывает богатое государство с неразвитой наукой. Я могу таких сотни привести, потому что проще иногда купить, грубо говоря, специалиста за рубежом. Вот, например, посмотрите, кто преподает в университетах Саудовской Аравии. Англичане, американцы, русские, там есть огромные зарплаты, я не говорю, что надо туда ехать, но потому что Саудовская Аравия сказала, нам проще покупать, чем воспитывать своих, окей, это их дело. Но Саудовская Аравия не собирается запускать спутники, она не собирается делать технических прорывов, она на другом построена. И вот здесь запуск китайской, нынешнего китайского ЧАН-ЭО-5, он всё-таки вызов и нашему сознанию, и нашей науке. Нам надо очень внимательно всё-таки ещё раз посмотреть, в какую сторону мы её разворачиваем, потому что, когда, да, мы Китаю серьёзно проигрываем по экономике, это правда. Это, ну, что признавать, не признавать, смотрим цифры. Мы, на мой взгляд, опережаем пока что в военных технологиях и, самое главное, военные стратегии. Но, самое главное, военная стратегия никогда не работает на мир. Военная стратегия вечно ждёт начала войны, и, к счастью, военная же стратегия останавливает начало войны, потому что не было бы вооружённых сил, на самом деле война бы была скорее, чем если бы они были. А вот космос, хорошо развитый космос, он работает на все области. Посмотрите, как всё это начиналось с военных технологий, сегодня, ещё раз говорю, спутниковый телефон или спутниковая связь, спутниковое телевидение, оно работает на всех, и оно окупает. И системы GPS окупаются там сотни раз и так далее. Посмотрите на позиционирование китайской системы Beidou. Это китайская система GPS. Соответственно, наша ГЛОНАСС. Beidou по многим параметрам выходит в плюс, по отношению к ГЛОНАССу. Почему? Вы думаете, что наши не умеют спутники делать? Да умеют. Это не очень сложная система. Геостационарный орбит – это несложно. Но надо обслуживать, надо разрабатывать всё. Где делается микросхема для ГЛОНАССа? В Китае. Да, мы программируем их сами. Это не значит, что в Китае сделано, наши китайцы могут вскрыть их. Это не так. Там всё хорошо шифруется, кодируется. Но, опять-таки, материальная, так называемая, элементная база находится в Китае. Вот это как раз, может быть, полёт китайской ракеты, миссия ЧАНА-5 заставляет нас задуматься над тем, что у нас происходит с содержательной частью науки. Ну, да, остаётся надеяться, что есть кому задуматься. Но тут же получается такая параллельная история. С одной стороны, вот есть космос, с другой стороны, есть то, что называется вакцина и вакцинная дипломатия. Давайте мы после новостей пару слов про это всё-таки скажем. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, РАН остаётся вместе с нами. Восточная шкатулка Две новости, ну или там два повода информационных есть, они для меня взаимосвязаны. С одной стороны, Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на одобрение вакцины «Спутник Ви» в Европейскую медицинскую ассоциацию и обсуждает возможность наладить производство вакцины «Спутник Ви» в Германии. Об этом сообщил глава фонда господин Дмитриев. С другой стороны, сегодня в газете «Вашингтон-Пост» появляется статья, содержание которой сводится к тому, что Россия и Китай увеличат своё влияние в мире за счёт подхода к вакцине. Потому что, как пишут журналисты «Вашингтон-Пост», есть два подхода в новой вакцинной дипломатии – накапливать или делиться. Так вот, по их мнению, Россия и Китай ринулись, вот так вот, ринулись делиться своими собственными вакцинами со странами, борющимися между собой за их запасы. И если там про российские вакцины и про то, как Россия действительно очень активно проводит вот эту политику делиться вакциной с самыми разными странами, про Китай мы знаем гораздо меньше. И то, что Китай ринулся, ну, так для меня некоторым эхом звучало, но подробностей я не знаю. Хотя это, я согласен совершенно, это огромный сегодня рычаг влияния на и мировую политику, и на отношение к себе. И здесь я не случайно вот сразу с космосом связываю, потому что Китай – это сразу и вот этот прорыв туда, и при этом обеспечение лояльности здесь, на земле. Ну, а вы не обратили внимание, что Китай начал вести себя как великое государство. Помните, великое государство – это не то, которое большое, или то, которое имеет большую армию или большие деньги, а то, которое способно решать мировые проблемы, глобальные проблемы. Извините, Трамп тоже говорит «make America great again», при этом всё, что касается как раз вакцины, это мы для себя, мы накопим, мы у них всех скупим, себя обеспечим, и никаких по поводу делиться и слова не говорит. Хотя «great again». Нет, ну, потому что великое государство не рождается в один момент, не умирает в один момент, и можно назвать сколько год его «great», при этом оно автоматически не становится ни «great», ни «downgrade» и так далее. Смотрите, что произошло. Китай начал вести себя так, как вели себя США в течение десятилетий. Ну, во-первых, открытость. Открытость обсуждений, открытость технологий. Ведь что говорит Китай? Ребята, не только в отношении вакцины. Давайте вместе, давайте открытые рынки, давайте открытые технологии, давайте конференции, давайте совместные публикации, давайте трансграницей пойдём. Вот это вот знаменитое американское выражение, которое очень активно звучало ещё в 80-е годы, в 90-е оно по-английски звучало как «across boundaries», т.е. через границы. Внезапно Китай начал говорить тем же самым языком, а Американ, правда, схлопнулось. Ведь, по сути дела, что сейчас делает Китай? Китай начинает активно действовать абсолютно по американской матрице. Делимся вакциной. Академические технологии, добро пожаловать, мы готовы поделиться грунтами, если мы его доставим. И вот что получается. У нас сейчас есть борьба, конечно, за вакцины. Есть борьба за вакциной, и есть борьба за последствия распространения вакцины. Вот их надо чётко различать. Борьба за вакциной, естественно, кто будет поставлять, например, очевидно, что европейская ЕС уже там залицензировала вот эту модерну, которая показывает сколько, 94,5% эффективности, ну, чуть меньше, чем российская, но опять-таки там, где 1-2%, видите, идёт борьба за проценты. Потому что сразу, конечно, вам хороший вирусолог, хороший эпидемиолог скажет, на какой выборке всё это делал, тестировалось, но предположим, что все они плюс-минус одинаковы. Но самое главное, что мы должны понимать, что вот эти все вещи, они связаны прежде всего с тем, что страны будут прорываться на международные рынки биофарма. Pfizer и BioNTech, они же очень серьёзно лоббируют свою вакцину. Да, мы, Россия, попали в довольно странные тиски, потому что да, вакцина у нас есть, да, она работает, очевидно, она не универсальная, как любая вакцина, но она, да, скорее всего, она действенная. Но самое главное, оказалось, что мы сейчас лицензируем её для производства в других странах. Да, потому что, ну, про состояние нашей фармотрасли говорили последние 20 лет и в печальных тонах, просто не наработана та производственная база, которая позволяет в таких объёмах. Собственно, с такими объёмами производство вакцины, по-моему, мир никогда не сталкивался, когда в одночасье надо вакцинировать человечество. Ни новорождённых, ни тех, ни всех, там, постепенно подходящих к вакцинации, а сразу всех надо. Понимаете, это вопрос масштабирования. Куда мы обратились? В Индию, в Китай. Вот там они могут масштабировать. Вопрос, почему они могут, а мы нет. Я, опять-таки, сниму с повестки дня Китай, потому что там они могут масштабировать всё, что угодно. Индия, которая всю жизнь занималась дженериками, мы знаем, индийские дженерики самые основные. Индия очень мало своих лекарств изобретала, но Индия всегда занималась дженериками, у них есть заводы. Кто был в Индии, кто работал в Индии, понимает, насколько тяжело и сложно там работать, в том числе и с гигиенической точки зрения, и я вас уверяю, гигиена в России на порядке выше, чем в Индии. Но почему-то в Индии стоят фармзаводы, в России не стоят фармзаводы. Главный вопрос, что у нас происходит с контролем над этой отраслью. Когда, вот понимаете, это же, ну, как бы не цинично это звучало, для России это очень большой шанс. У нас есть вакцина, у нас есть понимание, как она производится, у нас не самая маленькая страна, то есть вопрос, где разместить завод, у нас не стоит. Но почему-то мы начинаем это всё передавать на откуп другим странам. И да, у нас она самая дешёвая, всё очень здорово, но опять-таки мы понимаем, что в Китае себестоимость труда выше, чем в России. В Индии ниже, в Китае выше, приблизительно в зависимости от отрасли, но приблизительно на 15, от 15 до 35%. Но мы всё равно передаём в Китае. Что у нас случилось? Вот это, в принципе, вот почему пандемия стала стресс-тестом для всех. Для Америки, которая, ну, и не справилась, хотя она great, никто не говорит, что она не great. Трамп, который почему-то мыслит, как в данном случае, как какой-то местный хулиган, который говорит, мы в нашей деревне сами с усами, а на других нам наплевать. Что бы он ни говорил, но, по сути дела, Америка, наверное, впервые за многие годы, не предложила никакого совместного плана спасения человечества. А вот зато Байден, вот буквально там полчаса назад, Америка вернулась, будет лидировать, а не уходить от него и работать союзниками. Буквально. Вы знаете, Байдену в известной степени просто. Нет, да бог не. Просто, конечно, потому что на фоне предыдущего. Да, конечно, нет, и тут хорошо быть советником сейчас Байдена, говорит, что, говорил Трамп, не дадим вакцину, надо говорить, дадим вакцину. Что мы с Китаем будем ругаться? Нет, мы с Китаем будем дружить, правда, мы будем зажимать, но не надо. Вот просто он говорит, а, ты говори, б, и всё. Здесь всё очень просто. Что произойдёт, скорее всего? Во-первых, мы должны понять, что у Китая есть своя вакцина. Китай активно работает, и точнее будет, она будет, она, скорее всего, будет к февралю, и у меня сильное подозрение, опять-таки здесь я базируюсь лишь на своих, возможно, нелепых расчётах, Китай запустит её ближе к… либо перед праздником весны, то есть перед китайским Новым годом, либо сразу после него. Теоретически и правильнее до него, потом-то люди поедут, но Китай запустил в следующем году, будем считать, что это в январе, потому что по очень многим сообщениям в Китае это всё уже существует. Окей. Второй вопрос – это, конечно, вопрос, связанный с тем, что Китай будет, он же ведёт переговоры с Индонезией, с Малайзией, судя по всему, и с другими странами Китай, вот это странный случай, который обсуждался где-то очень в стране, в Китае, Китай испытывал какую-то свою вакцину в Бразилии, и умер там бразильский гражданин, но, к сожалению, да, это испытания и таковы, но главное, что Китай и в Бразилию прорвался. И вот получается, что это то, о чём мы часто говорим, успех Китая и неуспех в России, не в том, что там у меня, а здесь глупее, как раз в России вакцины первые изобрели, давайте честно говорить, и многие космические технологии первые изобрели в России, но дальше надо брать и методично внедрять. Китай базируется на том, что он внедряет быстрее, чем Россия, даже чем США. Мы видели это в технологиях, мы сейчас видим и в вакцине, и сейчас гонка идёт, это не только гонка за вакцину, не только за человечество, хотя не будем сбрасывать со счетов и важную гуманитарную миссию, а за то, чтобы показать, кто умеет это всё быстро масштабировать. В конце концов, вот помните мои слова, мир разделится чётко на вакцину, скажем так, европейскую, я имею в виду файзеровскую, на вакцину китайскую, которая будет больше, и на вакцину российскую. Есть ещё одна вещь, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Сегодня пришло сообщение из Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы в ближайшее время встретиться с глазу на глаз с председателем КНР Си Цзепином, и я процитирую, это стоит того. Настало время нам постречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Белоруссии, но больше всего Китая, сказал Лукашенко. И вот это вот, но больше всего Китая меня поставило в тупик. Теперь Си Цзиньпин не спит и думает, что же Александр Григорьевич-то ему привезёт-то, да. Может, он знает чего-нибудь того, чего мы не знаем. Я не знаю, о чём я буду говорить, но есть, конечно, подозрения некоторые. Но по поводу долга должны всё равно. Конечно, потому что китайский долг Китая тоже касается, по крайней мере. Может быть, в этом смысле. Будем ли возвращать долг Китая или нет? Конечно, это уже как в том анекдоте. Можете не волноваться. Да, пусть под Сверём волнуется. Дело в том, что мы как-то об этом говорили. Да, Россия – самый большой кредитор Беларуси, Китай на втором месте, но самое главное, что с Россией можно договориться, Беларусь многократно договаривалась. Знаете, честно говорить, какой бы жёсткий Путин на переговорах ни был, он такой стратег, он пойдёт на переговоры с Беларусью. А давайте посмотрим, что творилось с теми странами, которые залезали в долги. Как вообще в долг залезают? Возьмём такой совсем другой регион, это регион Юго-Восточной Азии, который проходит, на мой взгляд, те же самые шаги, что сейчас проходит Беларусь. Сначала в регион Юго-Восточной Азии в 2013-2014 годах пошли китайские инвестиции, поехали, прицелили Юго-Восточной Азии, Малайзии, Филиппины, Индонезии, в Китай. Китай говорил, ребята, мы вас поддержим обязательно, мы будем строить у вас дороги и большие технопарки, самое главное, и мы будем вкладывать. Заключались договоры, страны принимали эти деньги, и всё было очень здорово выглядело, а потом эти страны начинали садиться и, судя по всему, на калькуляторе рассчитывать. А зачем нам дорога, зачем нам перевозка, если мы ничего не производим, зачем нам это нужно сделать? Китай навязал этим странам гигантскую дорогу, которая начинается из южной провинции Юньнань, это самый-самый юг Китая, вниз, как говорится, по карте, через там много стран, через Таиланд, через Лаос, и все очень радовались, такая дорога свяжет от всех. Потом оказалось, что стоимость дороги, например, для Лаоса, это треть национального бюджета, это кредит. И Лаос потом, вероятно, наконец осознал, что такое треть, если не ошибаюсь, стоимость дороги была 6 миллиардов, и она есть 6 миллиардов, а весь национальный бюджет по прошлому году был 20 миллиардов. И Лаос говорил, нам это нужно, потому что у нас всего лишь 17% заасфальтированных дорог, нам очень нужна железная дорога, Китай сказал, не проблема, мы построим, а потом оказалось, что стоимость такая, что бюджет не потянет. Теперь Лаос должен Китаю, и хотя дорога, причём закончена, она закончена почти на 90%, но возить-то по ней что? Вот можно ли её заполнить? Китай оттуда вниз может провести и выйти к портам Индийского, к портам океана, и, соответственно, дальше возить. Но зачем это нужно Лаосу? Лаос в Китае почти ничего не может подставлять. Это как? Это возможность? А потом вдоль этой дороги у вас появится инфраструктура, вы сможете создать там предприятие. Это шанс? Да. Это шанс. Есть такое понятие мультиплицирующего эффекта, когда вокруг дороги остаются ещё и поселения, и какие-то производства. Вопрос в другом. Давайте смотрим, что вообще может производить население, насколько оно может производить то, что называется качество рабочей силы. И мы понимаем, что вопрос не в дороге, вопрос её в стоимости. Ещё хуже ситуация в Индонезии, когда дорога… Это большая страна, я напомню. Начали строить дорогу, это очень смешно, из Джакарты в Бандунг. Это не так далеко, она существует. По ней ехать сегодня, если, как говорится, беспроводным, естественно, я имею в виду железная дорога, 2,5 часа. Китайцы решили построить высокоскоростную железную дорогу. Криков было, шума, градости, что за час может доехать. Потом задумались, во-первых, а разница-то в чём? Ну да, конечно, час быстрее, чем 2-2,5 часа, но суть это меняет. Зато 1,5 миллиарда долларов за эту дорогу индонезийское правительство уже должно Китаю. Вернуть оно не может, потому что эта дорога-то неокупаемая. Дорога уже медленно окупается. Более того, я ездил по этой дороге, в смысле не по новой, а по старой. Могу честно сказать, я решил шикануть и купить себе самый дорогой билет, который только возможен, чтобы мне было спокойно и тихо ехать. И вот эти 2,5 часа, роскошнейший вагон, мне этот билет обошёлся в 400 рублей, 450 рублей, что было на русские деньги. Это сейчас все пассажиры Сапсана Кряк, то ли? Да. Да, вот это просто сидишь там роскошно, почти один в вагоне, это очень дорого. Это неоправданный люкс, скажем так. А если брать стандартное место, вы понимаете, это в 3 раза дешевле. И теперь попробуйте купить эти полтора миллиарда долларов. Вот что в Беларуси происходит? Беларусь с радостью принимала подарки от Китая, и у китайцев есть такая история, это не кредит, это не инвестиции, это подарок. Стадион, дом культуры. Приблизительно в год получал 150-200 миллионов долларов. Это немного, и самое главное, это не надо возвращать. Но понятно, что когда вам Китай что-то дарит, вы всё-таки чувствуете себя обязанным. Что русские, что белорусы, люди-то, в общем, они чувствуют свою обязанность. Китай, например, в прошлом году подарил стадион в Беларуси, и главный вопрос – теперь надо как-то по этому рассчитываться. Мне кажется, что это великая иллюзия, что можно приехать и попытаться, я имею в виду, в Китай, и попытаться столкнуть Китай за Беларусь, с Россией и с ЕС. Во-первых… А хочется. Нет, очень хочется, чтобы за тебя боролись великие страны, великие территории, но, к сожалению, это не получится. Потому что, конечно же, батька понимает, что надо каким-то образом выкручиваться из тисков, в которые он попал благодаря кредитам и России, и Китая. Один раз это уже прокатило, и напомню, что это было, если не ошибаюсь, в 2017 году, когда в конце года Беларусь попросила у России 500 миллионов долларов стабилизационного кредита, Россия не отдала, потому что там совсем было плохо, но, правда, тут же дал Китай, вот буквально через месяц, причём даже не 500, а 600, я сейчас могу перепутать точные цифры, но идея была именно такая. И, может быть, это запомнилось, вот такая вот травма, что если не даёт России, надо сразу бежать к Китаю, но вопрос в том, что Китай у него просто технологически, он готов загнать страну в долговую ловушку, и Беларусь не будет первой, она и не будет последней. Вот посмотрите, по Восточной Азии, по Юго-Восточной Азии, Лаос в долгах как в шелках, Бирма в долгах как в шелках, я не знаю, зачем мне будут рассчитываться, она же Мьянма, все это военное правительство, которое там приходило, которые очень крутые ребята, их обманули на деньгах, посмотрите на проблемы в Черногории и так далее. Посмотрим на Беларусь. Попросим на Беларусь. Спасибо, Алексей Васильевич. Восточная шкатулка